Один из крупнейших международных фестивалей анимации с 10-летней историей приходит в эти дни в Казань. Дом актера станет площадкой Лондонского анимационного фестиваля 2018. Какие анимационные фильмы сможем увидеть, узнаем у руководителя дирекции «Время кино» Альбины Нафиговой. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Правда ли, что на фестивале будут необычные анимационные картины, авангардные, артхаусные? Да-да, совершенно верно. Эта фестивальная подборка продемонстрирует самые яркие направления и тренды анимации европейского кино. И лондонский фестиваль собирает на самом деле в свою копилку призеров других престижных фестивалей, поэтому можно сказать, что мы снимем сливки. А какие авторы будут представлены? Авторы самые разные, если я сейчас буду перечислять, там 12 фамилий. Но самое главное, что там от дебютантов до мастеров, и знаете, анимация – это одно из самых креативных направлений визуального искусства. И даже если, скажем, вы не являетесь знатоком, посетить такой фестиваль, безусловно, это обогатить себя, потому что на самом деле анимация, она понятна без перевода, понятна без слов. Там присутствует множество техник, пластилин, кукольная анимация, объемные, 2D, и даже рисунок по стеклу, и много-много различных приемов, которые сверстаны в полнометражный формат, ну, доставят массу удовольствия. Ну, а работы наших аниматоров тоже будут представлены? Нет, наших, российских, вы имеете в виду, и татарстанских. И татарстанских в том числе. Вы знаете, мы уже давно показываем короткий метр европейского кино, и мне кажется, что это еще и своеобразный мастер-класс для наших кимитографистов. Поэтому именно в этой подборке нет наших аниматоров, но на самом деле не так сильно развита российская анимация, к сожалению. Жалко. К сожалению, да. То есть на сегодняшний момент у нас есть два фестиваля. Это Суздаль, Крок, наиболее известных. И все-таки вот этот лондонский фестиваль, он с большей историей и на большем уровне развития, наверное. Мы будем надеяться, что и наши татарстанские и российские аниматоры обязательно со временем представят там свои работы. А вот можно ли будет судить о тенденциях развития анимации в кино по этому фестивалю? Да, конечно. Да, да, да. Фестивальная площадка – это всегда то, что потом мы увидим в прокате. Обязательно мы это увидим. Элементы фестивального кино и особенно анимации мы будем встречать в блокбастерах, в коммерческих кинотеатрах. И вот сейчас, в принципе, есть возможность посмотреть, как это будет до того, как придет в массы. Вот вы как организатор этого фестиваля видели эти работы все? Вот что вас именно впечатлило особенно? На самом деле фестивальные работы, конечно же, по отдельности можно заранее посмотреть в интернете. Но мы, как организаторы подобных показов, совершенно не видим в интернете какую-то конкуренцию. К нам приходят люди для того, чтобы посмотреть это вместе, сообщая, совершить эту магию кино в зале. Кстати, это совершенно новая площадка для нас эксперимент. Мы надеемся, что он понравится зрителю. Если дома актера прикипит с короткометражным кино, то я думаю, что это будет регулярно. Очень интересно. Обязательно хочется посмотреть. А какого зрителя ждете? Аудитория какая все же присутствует на таких? Вы знаете, мы лет 7 показываем лично при моем участии, лет 10 вообще, даже больше 10 уже короткий метр в Казани. И мы прекрасно знаем это зрителя. Это подготовленный зритель. Да, да, да. Это подготовленный зритель. Но, тем не менее, весьма интересно наблюдать, когда появляется свежая кровь. Во-первых, это молодой зритель, а он всегда обновляется на короткий метр. Во-вторых, я не сказала бы, чтобы уж прям только молодой. Но если это человек зрелого периода, то у него все равно какая-то молодость в глазах. Фестивальное кино, короткометражное. Это такой драйв. Мы знаем, что этот фестиваль не только в нашем городе проводится. Да, да, да. В 9 городах как минимум было заявлено. Но я думаю, что площадки еще и прорастают. Потому что в рекламе подобных проектов работает сарафан. Да. Давайте еще раз напомним, где и когда пройдет этот фестиваль. Ну, можно сказать, мы сильные половине человечества делаем такой подарок. Сводите девушек. Девушки, сводите своих молодых людей. Да, да, да. Это анимация 16+, хотя, в принципе, можно сходить и к категории 12+. Но все-таки это не мультфильмы для детей. Это действительно взрослая анимация, модные тенденции фестивального кино. 23, 25, 26, 27. Все дни в Доме актеров. Замечательно. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам. Мы рассказали о таком замечательном фестивале. Да, мы обязательно посетим.